МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, дружок! Узнал меня. Осьминоги действительно могут узнать вас в лицо, ведь это одни из самых умных животных среди беспозвоночных. А еще они вдохновляют инженеров на создание невероятных технологий, вы знали, например, что у осьминогов есть реактивные двигатели? Биологические. Инженеры из Малайзии и Сингапура скопировали их, и теперь на осьминожьей тяге передвигаются лодки. А в Канаде разработали энергосберегающие стекла по образу и подобию кожи этих животных. Какие еще технологии могут появиться благодаря осьминогам? И для чего ученые анализируют их мозговые волны? Взгляните на эти кадры. Осьминог всеми щупальцами отмахивается от эфемерных чудовищ. Дело в том, что ему приснился кошмар. Вы не ослышались. Биологи из Нью-Йорка долго наблюдали за осьминогом по имени Костелло. Он попал в лабораторию после нападения хищника и теперь в момент резкого пробуждения ведет себя так, будто рядом опасность. В природе, когда осьминогам что-то угрожает, они для защиты меняют окраску, выделяют специальные чернила и прячутся. В течение суток моллюск несколько раз во сне становился другого цвета и двигался так, словно хотел переместиться. Поэтому мы сделали вывод, что осьминоги видят страшные сны, как люди и другие животные. Ученые пристально наблюдают за осьминогами совсем не для того, чтобы составить сонник. Это головоногие помогают им создавать новые технологии. Массивный корабельный винт скоро может стать историей. Инженеры из США, Малайзии и Сингапура разработали подводный двигатель без лопастей. Принцип его работы они подсмотрели у осьминога. Этот моллюск умеет не только ползать по дну, но и плавать. Причем довольно резво. Ведь у него есть биологический мотор. Вот как он работает. Осьминог передвигается толчками. Сначала втягивает в себя воду, а затем выпускает ее через небольшое отверстие. Наш двигатель функционирует так же. У него нет накопителя энергии. Мы просто напечатали на 3D-принтере обтекаемый корпус из поликарбоната. Через эластичную мембрану он втягивает воду и надувается, как воздушный шар. А затем быстро выдавливает ее, и это создает тягу. Чтобы под водой его не носило из стороны в сторону, на хвосте есть плавники. Расстояние длиной в 10 собственных корпусов наш двигатель преодолевает всего за секунду. Разработчики уверяют, на таком двигателе смогут плавать даже подводные ракеты. Правда, в будущем. Пока инженеры создали лишь прототип длиной 27 сантиметров. Вот так под микроскопом выглядит кожа осьминога. А знаете, зачем ученые так пристально рассматривают ее строение? Чтобы в наших домах было тепло. Кожа осьминога состоит из слоев. Наверху клетки с пигментом – хроматофоры. А под ними так называемые клетки-зеркала – иридиоцисты. Они отражают солнечный свет на пигменты, и морские обитатели меняют окраску. Вы спросите, какое отношение это имеет к нашим домам? Канадские инженеры добавили слой с пигментом в пластик и получили энергосберегающие окна. Наш материал имитирует структуру кожи осьминога. Он тоже многослойный. Под прозрачным пластиком сплетена сеть из капилляров. В трубочках диаметром около миллиметра прокачивается жидкость с пигментами. Это позволяет контролировать прозрачность окна. В зависимости от времени суток и погоды, такие стекла пропускают внутрь одни лучи и задерживают другие. Пигмент блокирует вредный ультрафиолет, но пропускает тепло и одновременно сокращает его утечку через окно. Окна с красителем помогут сэкономить на отоплении, а в будущем вообще за него не платить. Ученые собираются добавить к материалу дополнительный слой пластика, который сам излучает тепло. Тогда о батареях можно будет забыть. Правда, когда чудо-окна запустят в массовое производство, пока неизвестно. Этот осьминог орудует на кухне не хуже любой домохозяйки. Только посмотрите, как ловко он обхватывает поварешку. Правда, кухня находится под водой. Биологи поместили ее в гигантский аквариум. Но в Германии решили, что такая ловкость рук может пригодиться и на суше. Роботам. Инженеры разработали машину со щупальцем. Резиновый манипулятор копирует строение конечности осьминога. Он управляется двумя клапанами. Один создает давление в щупальце, а второй регулирует воздух в присосках для создания вакуума. Это позволяет роботу захватывать самые скользкие, мелкие и хрупкие предметы. Робо-щупальце может держать лист бумаги. Оно пролезает в самую узкую щель и достает вещи, которые другие роботы просто не в состоянии ухватить. Это устройство справится и с работами в открытом космосе. Ведь если увеличить размер присосок, робот сможет поднимать любые тяжести. В Америке уверены, что машинам пригодятся не только осьминожьи щупальца. Там решили нарядить робота в костюм осьминога. Ученые обратили внимание на то, что головоногие моллюски – настоящие мастера маскировки. Они могут за считанные секунды менять не только цвет, но и форму тела. Гадаете, зачем машинам такой камуфляж? Тогда посмотрите на это. Перед вами не настоящие камни, а замаскированные роботы. Их используют для наблюдений за дикой природой. Чтобы заставить машины мимикрировать, как осьминог, ученые на 3D-принтере напечатали кожу из силикона. Внутри материала полые камеры. Они надуваются, и робот меняет форму. Камуфляж робота крепится к основанию конструкции и может приобретать любую форму. Ее задает волокнистая сетка, которая находится в силиконовом материале. Сетка действует как мышца осьминога и держит каркас всей надутой конструкции. Для того, чтобы робот вновь стал практически плоским, достаточно просто откачать воздух из кожи крошечными насосами. Эта разработка пригодится не только зоологам. В будущем изобретатели собираются делать из осьминожьей кожи 3D-дома и мебель, которые смогут менять форму. Мы хотим создавать мягкие 3D-текстуры из резины и полиуретановой пены. Листы материала будут растягиваться, а затем затвердевать. Эта технология позволит в будущем создавать дома любых форм и размеров. Только представьте, вы сможете надуть летнюю веранду или верхний этаж и сдуть их в любой момент или превратить табуретку в просторный диван, если к вам пришли гости. Вы не поверите, но квантовые компьютеры, которые работают в миллиарды раз быстрее обычных, возможно создавать благодаря глазам осьминога. К этому технологическому прорыву близки российские ученые. Они извлекли из сетчатки глаза головоногого ген, который позволяет создавать родопсин. Белок с таким сложным названием есть в палочках и колбочках нашего глаза. И именно он первым реагирует на отражённые от предметов лучи света, которые попадают на сетчатку. Когда попадает квант света в молекулу родопсина, получается апсин, белковая часть, и внутренняя ретиналь, то происходит умная перестройка самой белковой молекулы. И вот эта информация о перестройке дальше идёт по цепи переходящих реакций, и осьминог, либо человек, видит свет. Так вот, молекулы родопсина у человека после каждого улавливания кванта света распадаются. И нужно время, чтобы они снова начали работать. Но осьминогу достаточно, чтобы на него посветили светом другой длины. Например, вместо красного – синий. Именно это невероятное свойство может стать основой для чипов квантовых компьютеров будущего. После разрезания глаза извлекаем сетчатку. Вот сетчатка. Она выглядит как некая желеобразная субстанция. Перед вами муляж глаза осьминога. Учёные смогли не только извлечь из его сетчатки ген родопсина. Они и нашли способ, как защитить самих моллюсков. Ведь для создания квантовых машин пришлось бы массово убивать головоногих. Но российские биологи достали нужный ген всего из одного глаза. А затем просто клонировали его. Если в итоге разработчики соберут компьютер с микросхемами из родопсина, то человечество совершит настоящий квантовый скачок в развитии. Супербыстрая машина позволит анализировать все данные не только на Земле, но и во Вселенной. И всё это благодаря осьминогу. Субтитры создавал DimaTorzok